мир вам людмила мир вам и елена добрый день доброе утро добрый вечер какое время суток у нас вечер расскажите пожалуйста как христос вас нашел привел к себе жизнь вашу легкую или нелегкую можете поверить нам слушаю вас хорошо начну с детства с детства жизнь конечно была не из легких у меня мне было четыре годика когда умер мой папа мама осталась двумя детьми деревне жили значит а сестре было семь месяцев она вела хозяйство большое коровы и у гуси и утки и все и огороды а я старше в семье и мне пришлось все конечно на мои плечи детские а вот и все накосили вязанки копали сажали все вручную огород спашут она набродит полос и вот копали перебирали все это было вручную огороды поливала но детство я конечно не видела потому что стоянки но потом выросла 16 лет закончила школу я и вот про бога хочу сказать когда я была верующей мама была верующая была верующая бабушка ее мама а у бабушки отец был очень строго верующие вот она рассказывала бабушка царствие небесное кулина и рассказывала что очень очень строго вел себя и держал их конечно в рамках это было очень строго верующие и вот бабушки перешло это как бы в наследство она жила у себя там где-то пять километров наверное от нас а вот и в детстве нам приходилось вот ходить эти пять километров еще трехлитровую банку молока и носили и у нее вот я оставалась ночевать картошка мне нравилось и она там какой на масло такое жарила запомнилась но она очень рада меня будила но мне хотелось отдохнуть как бы поспать у бабушки хотя бы пять часов не дочь пойдем с тобой или пчел пчел держала на а я уже где-то было наверное в то время 80 она прожила 95 лет а вы с какого города а из орла я из орла жили в орловской области деревне а сколько вам лет сейчас на 58 и вот бабушка мне приучала к труду пойдем сено принесем пойдем там пошевелим или что-то что тут она мне в пять часов группа уж ну можно посплю ты хоть немножечко нет дочи давай лучше днем отдохнешь а вот сейчас когда жара будет ты отдохнешь а сейчас давай говорит пойдем с тобой поработаем ну так вот это было бабушке потом бабушка последнее время она жила уже у мамы пчел она держала на лето она приходила у себя в доме жила а уже потом приходила и у нас было я здесь знала про бог я знала у нас иконы были они молились с мамой постоянно платочки день и ночь они и всегда они разговаривали про бога и у бабушки было евангелие евангелие которую сейчас покажу до сих пор она не сохранилась и вот поэтому евангелию она мне просила почитать всегда не знаю почему меня вот такой вот евангелие их не вот такая вот память это было евангелие один в деревне на всю округу там деревенской округу полхозе на четыре было деревни вот у бабушки один и в москве кто-то доставал этот евангелие все на переплетчику тоже переплетать нечего я хотел с гнатьем тихоничем тогда показать ему тут уже клеены переклеены они все его клеи на церковно-славянском да ну а на церковно-славянском они вот клеили день и ночь на его читали бабушка то мама покойница одним обе покойницы царственные детские на церковно-славянском видно да вот такой вот евангелие тут память я берегу теперь уже с ним ничего не сделаешь но память их не так тут осталось так вот она сердце меня это это новый завет или только четыре ванга это новый завет новый завет да вот тут написано видно нет плохо плохо заклеены завет завет заветы вот это вот это и вот это за диме банки не бабушка мне до конца дней заставляла его читать и возраст я уже была но очень по порядку начну рассказывать и всегда она читала по одной по две страницы очечки оденет вот уже у нас она жила и они читали с мамой по очереди день и ночь они как бы дали до вечера до позднего раннего утра в сану в пять часов помолятся господу богу и начинает бабушка себе там картошку чистить мама пойдет во двор хозяйству статину убирать там всех кормить ну так вот они жили 16 лет я уехала из дома поехала поступать а у меня была сестра двоюродная покойница тоже она в 38 лет умерла отравилась грибами то время она работала на заводе с пизы у нас завод очень огромный был 2 место занимал в мире и она работала аккумулятор аккумулятор заряжала на электрокарой она мне всегда говорила закончишь 8 классов приезжай у нас есть такая училище специально учила от завода был училищ на все специальности пойдешь работать лаборанткой белом халатике будешь ходить ну я мечтала я так мечтаю а я постоянно в резиновом фартуке у меня вот это тяжелая работа я приехала вместе с ней она поехала значит на работу а и мне тут там на через две остановки выйдешь ну я приезжаю иду к училищу 32 тогда она называлась подхожу и идет девушка я скажу пожалуйста 10 приемной комиссии документы сдать она мне говорит а на кого вы хотели бы на эту на лаборантку она говорит ой да вы что говорит я готова второй год уже учился на крановщицу и зарплата большая и и она мне отговорила а мне же зарплата я же в бедности желаю мне же деньги нужны и прихожу на второй этаж идите вот налево на второй этаж поднимите сам приемная комиссия рая жиляева не знаю живана нет до сих пор я еще не могу найти вот и она мне посоветовала пойти на крановщицу пришла сдала документы отучилась три года и на завод пошла работать так как училище было у нас от завода и пошла сразу на волочинный участок работать а в то время у нас работали химики ну которые отсидевшие были их и отпустили там в какое-то время ну смягчили им вино и им надо было отрабатывать там у кого какой срок до конца срок мы какие тяжкие может стать и какие там разные на молочинном участке работа конечно на мостовом кране а удостоверение у меня мостовой козловой кран это еще и на улице до выдели вот в общем короче я работала три года с ними вместе на работу и с работы никогда никого никогда никто никого не обижал ничего и столовый вместе кушали в общем начинался мой путь трудовой вот именно на кране потом романтика потом мне захотелось поехать в москву на лихачева на завод там не значит проработал полгода но там надо было на работу два с половиной часа добираться это короче там ехать троллейбусом от завода от лихачева от остановки это я уже забыла называется до этого до электрички электрички проехать и еще потом московское шоссе вот где где памяти уже нет в общем короче два с половиной часа на работу два с половиной с работы и мне было это а там работала в литейном цехе серого чугуна это вот внизу работали литейщики а мы наверху у нас такой как не кран по рельсам подъезжали шахты и там готовили смесь такая вонючая в масках в респираторах вот в очках вернее в респираторах мы работали жарище такая и вот мы ковша пускала туда в эту шахту они насыпали эту всю смесь вонючую поднимала и развозила по бункеры а внизу литейщики которым нужно вовремя чтобы привезти чтобы им литьем выливать но я где-то вот пора ну промучилась наверное полгода я короче уехала я познакомилась я с одним парнем из тулы и уехала я жить в тулу то ли я прижила приехал я сначала вообще жить и я жила в общежитии потом как бы у него немного но мы с ним немножко пожили вот и я жила в общежитии работала там на окраине пять лет я работала 10 лет короче прожила в туле и 5 лет военизированной охране они зерна охране тогда делали там ракеты на пакистан у меня было оружие давали на сутки мы работали сутками значит собой или пистолет или револьвер ездили на стрельбы весна осень это обязательно у нас были причем очередно и в то время советское давали нам премию 10 10 рублей если три раза попадешь полностью ответ премии получишь но мне деньги естественно нужны были я старался даже беременна была сыном я уж вперед сбегу и то я просила начальник команды игру владимир анатольевич пожалуйста разрешите мне поехать он там родишь я не рожу все обалдеть и что такое что случилось не знаю елде отключил меня от звонка еще я вас слышу и теперь я не вижу или не вижу эрдони эрдони болданов вы удалены звонка пользователя нет это вы в том чате не вышли ну рассказывай а я там не нажимала звонок ты я его не нажимала это какой-то кошмар сегодня подвисает skype отключилась это еще зарядка заряд учила и меня не видно да изображение зависла до весла но зато слышно хорошо Ну да, вот он... А я не знаю, я зеленый звонок-то там не нажимала бы. Как я могла к нему подключиться? Я же не нажимала звонок. Я же не входила в тот чат. Почему такая связь тут непонятная? Ну, это скайп. Ну, в общем, я не знаю, на чем я остановилась-то. На стрельбах. Да. Временные стрельбы. Временные стрельбы были. И было такое... Еще там у нас пять человек учили от команды, когда нету начальника караула или оператора, который на пульте. Господи, благослови. Что-то пропало у меня это изображение. Я не вижу себя. Попробуйте нажать на камеру и потом еще раз нажать. Отключить камеру и включить. То есть в середине кругляшочек. Вот я ее не вижу, эту камеру-то. Я ее камеру-то не вижу. А в середине кругляшочек. Значок камеры. Яночка, я ее не вижу. Внизу три кругляшочка. Если вот в серединку экрана... Вот вижу нашу переписку. И все. А эту камеру я не вижу. Теперь я... А, все, увидела, увидела, увидела. Все, 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 господи, запутались. Ой, благослови, господи, помилуй. Приходится тебе в руках держать телефон. Попробуйте поставить еще раз так же. А у меня не достанет. Вот он, этот шланг. А, теперь. От розеток. Да, у меня еще и это закончила, зарядка. Поэтому приходится держать. Ну, значит, богоугодное дело мы делаем. Сколько препятствий. Короче, вот так мне приходилось не замещать начальника караула, когда не было начальника. И приходилось мне еще на пульте принимать 98 объектов, которые тогда были у нас. И работать, соединять. Как оператора я соединяла с постов. Кто звонил начальнику, там начальник команды. Ну, команда была большая, конечно, было 4 команды. В нашей команде было 40 человек. А общей было 160 человек. Организированная охрана, секретная цеха там, секретное все. Ну, в то время делали ракеты на Пакистан. А в Туле, как известно, там все военные заводы, и каждый прикрывался по-своему. В общем, потом эта военка закончилась, уже началась перестройка. Началась перестройка, и получилось так, что жить было не на что. Выдавали эти, законсервировали станки, смазали и убрали на склад. Стали делать плиты газовые, люстры, в общем, все вот это вот примусы. Ну, самовары как делали, так делали. Это на заводе штамм было. И стали выдавать продукции. Куда хочешь, туда одевай. Ну, у меня вот сестра двоюродной змеевки, она выписывала плиты, она выписывала люстру, ну, деньги как бы. А потом жить не на что. Не надо было вот. Ну, что я хочу сказать про Бога. В то время я, когда жила в Туле, я ходила очень часто в храм. Я ходила в храм, я причащалась, и в то же время я грешила. В то же время грешила. Потому что на кране, в брюках, раскрытые. Я всегда модная, как-то старалась всегда, прически, стрижки у меня. Ну, я всегда любила. У меня вот всегда наряды были такие вот модные. Вот приходился вот этот грех, конечно, до сих пор. Ну, что сделаешь так вот. Хотя я вот верила в Бога, я искренне молилась Господу Богу. И когда вот случилась вот эта вот перестройка, и было не на что жить. Сыну было тогда, он уже девятый год ему шел, второй класс перешел. Вот. Я вот просила Бога, говорю, Господи, мы уже с подружкой ездили в там деревню. Было, чтобы это... Ну, может, в деревню где-то. Какие-то дома нам показали, они, их надо достраивать, достраивать. Просто стояли одни стены, и все. И вот так вот я плакала, молилась Господу Богу. Говорю, Господи, помоги мне, как-то мне что-то нужно делать. И здесь ко мне приезжает из Орла племянник моей двоюродной сестры, которая вот умерла. Приезжает и говорит, я не знаю, сейчас он жив, он нет ли. Вот. И он говорит, вот, дедушка сказал, а дедушка, это значит его дедушка, получается, мой крестный. Сказал, приезжайте, говорит, значит, живите. Мама умерла, в Орле квартира двухкомнатная стоит, некому жить. Приезжайте, говорит, в Орел. Я говорю, ладно, Сашенька, проводила его на вокзал, говорю, вот сейчас у меня будет там или отпуск, или отпрошу, потому что я же не могу бросить работу, уехать. Вот. И я приеду. Здесь приехал с Севера мой дядя, тоже покойный, в гости. И приезжаю в Змеевку, в Байорной сестре. Садимся мы на мотоцикл, она с Люлькой, дядя мой и я. И поехали мы вот в деревню туда. Приезжаем. Ну, там пришла соседка, она была заведующая на ферме. Вот. Она говорит, Саш, ну что это, значит, получается моему крестному? Ну что она будет в деревне туда жить? Говорит. На ферме уже работы тоже нет. Пусть она, говорит, едет на завод, работает. Там, говорит, квартира. А будет приезжать на выходные, будет тебе помогать здесь, ну, огород сажать там, что. Ну, он согласился. А потом, ну как же, я приехала, а к маме не заехать. Заезжаем к маме, поедем, ты говорю, к маме заедем. Заезжаем к маме, ну, и рассказываю, говорю, мам, вот так и так, говорю, получилось, что приходится мне переехать сюда, вот, к крестному Лобошиху. А она говорит, вот правильно, с такой обидой, говорит, мама троих воспитала, а теперь за дедом она будет ухаживать, а я буду, значит, одна жить. А я говорю, а где я буду здесь работать-то? Она, да вот магазин, говорит, а магазин уже, наверное, месяц или два у них был закрыт, там что-то получилось, продавщица, не знаю. И, в общем, не разрешили ей работать. А я говорю, да я ни разу в торговле вообще не работала. Она говорит, а что тебе работать? Поезжай, говорит, в Змеевке есть председатель райпо такой, найденный Виктор Николаевич, дай бог ему здоровья. Он был председателем, сейчас он где-то в Орле у нас занимает высокий пост. Саша, говорит, тебя отвезет, это зять моей сестры, в которых сын умер. И он, говорит, тебя отвезет, говорит, и ты получится. И она мне вот как бы прямо сама разложила мне вот это все. Я говорю, ну, давай попробуем. Ну, я говорю, надо мне сначала уволиться, поехать. Я уезжаю опять в Тулу, увольняюсь, а у меня там была комната. Я как мать-одиночка была, я родила сына без мужа, как мать-одиночка. И у меня, я уже стояла на очереди, 123-й была. Очередь двигалась очень хорошо, ждала вот сейчас, вот-вот, подойдет моя квартира. Ну, с этой перестройки все повернулось. Но мне дали комнату, отдельная комната у нас была. Вот, я забираю там какие вещи и приезжаю в деревню, увольняюсь, приезжаю в деревню. Месяц я поучилась на продавщицу, и меня экзамены принимают, дают удостоверение, что доверяют мне. А там же в деревне как? Так получается не просто продавщица, а получается как заведующая. У меня записано продовой заведующая, потому что я принимала товар, я его отпискала, и я делала отчеты. Тогда делали отчеты каждую неделю, а первого числа там был большой отчет с остатком уже. Ну, и все, я научилась и помогала и выгружать там, ребята, ну, как это, водитель помогал, какие тяжелые. И, в общем, я вот так вот помогала тоже коробки носить и все выгружать, и полы мыла. Ну, все одна, я в этом магазине работала одна, и все я делала. А потом проходит, наверное, где-то полгода, может, побольше. И я знакомлюсь вот с своим мужем, который жил у мамы тогда, он тоже в Орле работал, а у нее умер, она жила с отчимом, вернее, она жила с отчимом, и он умирает онкологией. И он переезжает в деревню, помогает ей там, ну, ухаживает за хозяйством тоже, и работал как бы временной работой, и вот от него у меня дочка. Вот, и мы с ним знакомимся, и он приезжая, приходит постоянно, как привозит товар, он прямо недалеко от нее, и приходил, помогал, и выгружал также, и со мной ревизию делал, когда остаток надо было, справки, и он мне постоянно в этом помогал. Вот, мы с ним потом расписались, вот разделась доченька у нас через год. Вот, в общем, три года, два с половиной мы, наверное, прожили просто вот так, просто, как бы это, гражданство. А вот не венчаны были, не венчаны? Нет, не венчаны, мы расписались с ним, и через год у нас родилась дочка. Я еще не беременна была, ничего, и, в общем, родилась вот дочка у меня. А он верующий был? Нет, не верующий он был, не верующий, и до последнего. Еще он и пил, он и пил, конечно, за поями, он и, вот, работал он на козле, возил главного агронома на это. А вы в детстве, вас в детстве-то крестили, да, получается? Да, меня крестили, тут только я не знаю, как. Как вы крестили, не знаете, да? Я не знаю, не знаю, потому что и крестные, и крестные умерли. Как-то в детстве не было такого разговора. Может, и был, я не обращала внимания, как мне крестили. Ну, крестили точно, точно, потому что все у нас были крещеные в детстве, а моченые или правильным погружением, не знаю, я не могу сказать. Одному Богу известно, как мы были крещеные. А вот что я еще упустила момент из своего детства. Пришла как-то к бабушке, вот самый главный момент, когда я встретилась с Богом. Пришла к бабушке, и пошли мы на речку. А у нас речка была мелкая в деревне, ну, как-то не очень там. А здесь я не знала же. Сестра двоюродная и была моя одноклассница, Люба Ермешкина. И сестра сидела на берегу, а мы с Любой плавать начали. А у меня привычка всегда была, как у себя. Я плыву-вплыву и решаю, ну, немножко постоять на песочке. Там-то мелко было. А здесь-то, когда я решила встать на песочек, я вот эта вот бурчага, там такая вот, как котлован был. И я пошла ко дну. И вот здесь вот я вдохну, и меня опять туда тянет. Вдохну немножко, и опять туда. И уже я взмолилась Господу Богу. Говорю, Господи, я уже понимала, что я тону. Помоги мне. Господи. И вот до сих пор я это помню. И до сих пор я боюсь воды. И Люба под плана и за волосы меня вытащила. Таня даже, говорит, я ее даже не видела. Вот это была встреча с Богом, который просто с того света вернул. Сейчас мне 58 лет. Я так не подхожу к воде. До сих пор я боюсь воды. Подойду и даже ноги боюсь мочить. Хотя у нас речка сейчас очень широкая, красивая. Приезжала, там была, возле речки. Сын рыбу ловил, как бы отдыхали. Ну, воду я боюсь заходить. Вот этот страх, так мне не могу перебороть я его. Ну, а вы в Орел вернулись, вы в храм, так и продолжали ходить? Нет, нет, Леночка. Здесь я в храм не ходила. Здесь у меня работа, семья, хозяйство завела. И куры, и утки, и индюшек купила, и поросят там я не знаю сколько. Соседи у нас были тогда, приехали в Горобахе, была война. И вот соседи у нас были армяне. Были армяне у нас, жили они, из Горобаха приехали. И они, я их не знала по первости. А получилось, мы как-то ехали от крестного на машине с мужем. А был уже март, ну, где-то вот такая вот днем растает, а вечером подмораживает немножко погода. И заехали, надо было ехать через поле, по полю, не по полю, на обочине, дорога. И как-то он завернул и заехал на поле. И получилось, что не туда и не сюда. Здесь, получается, наверное, километра два. И до деревни, где я раньше жила, деревня, туда. И что делать? Бусовали, бусовали, толкало, толкало, ничего не получается. Я говорю, ну что? Он говорит, ну что, давай, говорит. Я говорю, ну, сходи, наверное, Сережа, сходи. Я говорю, прости вот ребята здесь, кто поблизости. Может, кто-то у них трактора белорусов приедут, вытащат. Он пошел, пошел, подошел к одним. Мои покойники тоже сгорели от водки. Два парня жили, потом без мамы. Один мой одноклассник. Не поехали. Пошел туда к вольным. Тоже, говорит, не поехали. Я говорю, ну а что делать? Тут остается только Гога. Вот, говорю, вверх придется подняться. А потому что, ну что, ночевать мы не бросим, машину не бросим, говорю. И ноги уже промокшие, и все. И он пошел. Пошел туда. И смотрю, несутся на этом, на Белоруссии. Он сразу оделся, все. И на буксиры вытащил. И заехали. Тут первый раз мы, когда узнали их, я их не знала. И взошли Тереза мне, говорит, ой, Люда, Джан, давай быстрее ноги, быстрее натирать мне чем-то. Носки шерстяные. Я просто в шоке была. Чай горячий там чем-то навела. Вообще такое отношение. И вот это вот, это вот до сих пор мы прожили. Армяне? Армяне они, да. Они с Карабаха в 88-м году. У них там была резня. И они приехали к нам туда жить где-то в 90-х годах. Христиане, да? Христиане. Христиане, христиане, да. И вот мы с ними уже, и мы 7 лет почти прожили душа в душу. Соседи были. Потом нам дом отдельно, когда мы с мужем стали жить, мы сначала у моей мамы жили, потом у свекрови мы жили. А потом мы с ним что-то рассорились. И он мне говорит, я уеду, а еще свекра была уже в Орле. Я уеду в Орел, говорит, к отцу жить. Я шла в магазин, помню, а он меня встретил. Говорит, я тоже здесь жить не буду. Или пойдем к председателю, будем просить отдельный дом. Я говорю, ну если тебе надо, ты хочешь со мной жить, то давай, иди к председателю, проси дом отдельный. Ну он пошел к нему, а он работал в колхозе только временно, когда уборочная была. А так он не числился, заявление даже не писал. Он уже, наверное, года, до меня, года три, до четыре жил уже в деревне, из Орла уехал, когда вот умер его материн муж. А его, получается, они тоже с отцом развелись. Как он им получается такое? Отчим, отчим. И он послал к председателю. Председатель говорит, придешь к ней вместе, тогда я вам дам дом. Ну пришли к нему, в кабинет зашли, он говорит, пусть пишет заявление, что он работает в колхозе. Тебя я знаю, твою сестру знаю, и с травмой работал бухгалтером. Тогда колхоз еще был, и она работала бухгалтером. Вашу семью, говорит, я знаю. А он говорит, будет работать, не будет работать. Короче, дал он нам дом, и получилось, что мы соседи были с армянами. Там рядом наши дома были. Семь лет. И вот я что хочу сказать про этих людей, конечно. Я знала в детстве, ну, 15 республик там, все изучали как. А вот так близко я никогда не сталкивалась. И когда вот столкнулась, для меня это, как бы, это мои родные, даже лучше, наверное, чем родные. Такие вот они всегда на помощь придут, всегда помогут. Даже когда муж запевал, запой были. Приходили, ругали его. Топить нечем, поедут. У Гоги была, у Гоги, Гоголя мы его звали. Он поедет, Сережа, давай поедем с тобой этих, напилим деревьев, чтобы топить, печку растапливать. Газа не было тогда. Потом уже газ, когда к маме перешли жить, газ провели. Они в храм не ходили? А храма в деревне не было. Храма в деревне не было. Храм я ходила, храм я ходила, 10 лет мне было. 10 лет мне было, когда жива была моя бабушка. Она меня возила в храм. И вот один случай, всегда она ездила на Спас, на Яблочный Спас, это 19 августа. И она всегда ездила с ночевкой. У нас в деревне не было. Тогда рядом там тоже, Васильевка тоже не работал в храм. Пришлось ехать в Орел. И мы с ней пешком проходили километра пять. Это вечером уже на автобус на Ливенске, чтобы сесть на автобус и поехать, значит, туда в Орел доехать. Ночевали у ее племянницы. Получается, это ее была племянница, мамина двоюродная сестра. А здесь на Ливенской. И что удивительно, у меня запомнилась память, не знала ни улицы, ни дома. А шла по елочкам. Идем, говорю, бабушка, а какой дом-то по улице? А она говорит, да там должны быть две елочки возле дома посаженные. А я говорю, а вдруг они их спилили? Она мне купила. А мне 10 лет всего было. Такой халат байковый, красный, белый горошек. И утром, значит, встаем рано, в храмы все. Она, тетя Кулина, ну пусть Люда попьет чай, вот бутербродик перекусит. А то уж вы когда-то, вечером только домой-то доберетесь. Не-не-не, Люда будет причащаться. Нет-нет, нет Маши, нет-нет. Нюра, 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 Нюра. Это вторая у нее двоюродная Нюра. Ну, Аня, получается. Она назвала Нюра. Не, Нюра, Нюра, не, не. Люда будет причащаться, ей нельзя. Вот она, бабушка, меня уже 10 лет возила на причастие. А здесь, когда мы прожили 7 лет, я ни храм, никуда я не ездила. Я, конечно, молилась Господу Богу каждый день, благодарила Его всегда. И отчеты делала. И всегда я утром выходила. И всегда у меня вот это вот была благодарность Богу. Всегда изумая. Ну, не считала уже. А Евангелие у меня было. Хотя, когда я в Туле ходила, мне кто-то подарил Евангелие. Женщина сидела. Как раз мне в больнице надо было. Очень тяжело я болела. Здесь на кране, на высоте. Когда я уже на кране перешла на кран работать. И там на высоте на Козловом. Жара. Этих конституционеров нету. Все, кабина накаляется. И внизу был фонтанчик в цехе. Холодная вода. И я спущусь, дверь открою, заштопорю этот кран, чтобы не отключался. Палку засуну там в эту панель. И вот так вот я спущусь, попью водички холодные. И вот так хык-хык-хык-хык. И месяц я хыкала. И потом, пока уже утром встала, я не могу дышать. Я вздохну, а выдоха нет у меня. Глаза на лоб. Вызвала скорую. Я месяц лежала в больнице. А перед этим я пошла в магазин купить что-то новенькое. Но в больницу ложиться. Меня сразу скорая забрала. И... Нет, скорая забрала. А перед этим я ходила что-то купить. Вот в магазин шла. Сидела женщина. Раздавала Евангелие. И Евангелие сейчас у сестры она находится. Она вот лежала с коронавирусом. Я ей возила в больницу. Пока еще не отдала. Маленький такой. Вот. И он мягкий. Листочки. А? Новый Завет, да? Новый Завет, да. Но они мягкие. Листочки такой. И он сам по себе мягкий. В руках вот держишь. Он такой мягенький. Вот. И я пришла как раз в больницу когда с этим Евангелем. Уже потом. Потом видно. После этого. Я уже точно не помню, как это. Но это вот я получила Евангелие. Потому что в больнице я лежала с этим Евангелем. И мне бабушки просили читать в палате, которые были. И вот я им читала. Но это месяц я под капельницами. Там у них очень тяжело, конечно. Вот это все было со мной. Лечение было тяжелое. Ну и слава Богу, я выжила. Вот. Выжила потом опять. И мне сразу поставили хронический бронхит. Я никогда не болела. Мне сразу поставили хронический бронхит. Думаю, глянь. Никогда не болела. И мне уже это. И мне сказал этот заведующий. Пришли на общий обход. Был. Он говорит. Говорит. Вам нужно обязательно поехать на юг. На юг. Горя по горячей путевке. Ну тогда профсоюз был. Вот я вам даю выписку. Дам выписку. Будете выписывать обязательно. Обратитесь туда. Вам нужно на юг ехать. А он сам был больной тоже. Что-то у него с легким было. Вот. Ну и вот я так пришла. Я отдала правком это заключение. Все. И тут горячая путевка была. Я первый раз в жизни вот по путевке ездила в Кисловодск. 24 дня я отдыхала. Ну и там. Да. После этого у меня конечно там просто вот живой кислород. Дышишь. Воздух свежий. Это было вообще. Гора находится такой. Теренкурами. И на высоту. Мы утром вставали рано. Там у нас несколько человек было. По ступенькам. 500 ступенек. Поднимались. А потом спускались потихоньку так теренкурами на завтрак. Шли уже мы. И вот живем. Ну это вот воздух конечно очень лечебный. И там и ванны нарзаны. И все это было конечно. Сын был у мамы в деревне. Вот. Это вот была моя встреча с Богом. И я вот постоянно говорю. Изумал меня Господь никогда не выходил. А потом на кране работала. На кране работала. Там конечно там общение с Богом было. У меня иконочка была. А уже потом в Орелы переехала. Иконочка. Я всегда с молитвочками. У меня всегда в сумке молитвы. Пояс. Молитвочки. Я на эти. Иконочки. Все хожу с ними. Это постоянно. Это никуда я без них. И на кране у меня еще повесила иконочка. И моя вот Валя сменщица была. Она ничего. Я говорю Валечка тебе не мешает. Она не Людочка. Мне не мешает. Я сама молюсь. Но там на кране очень ответственная работа. Опасная. Потому что это. Я вот смотрю. Я на четвертом этаже живу с балкона. Вот на такой высоте. Даже пятиэтажное здание. И вот работаешь с людьми. Кабина передвижная. С грузом. Там люди внизу. Боишься. Как бы кого ни прищемить. Не убить. Иначе это тюрьма. Всегда просишь Господа. Господи. Помоги. Садишься. Благослови Господи. В дорогу уходишь. Ухожу. Всегда молюсь. Всегда. Ну. Туло. Когда я уже приехала. Когда свекор умер. И мы приехали жить в Орел. Когда поменяли квартиру с братом они. И мы переехали сюда жить в Орел. Здесь я стала ходить в храм. Стала ходить. Причастилась. Наверное. Раз в два. И один раз мы пришли с Леной. Лене было пять лет. И чистый четверг был. И нас чуть не задавили. Лезли. Столько народу. Я уже подняла ее на руки. Вот так. Высоко подняла. Чтобы ее только не задавили. Там церковушка небольшая. Хрестительская. Чтобы это. И батюшка. Не помню. Сказала. Ходите с девочкой. Ходите с ребенком. Приучайте. Обязательно. Чтобы она знала Бога. Вот эти слова. Вот. Она по первости со мной ходила. А сейчас не заставлю. Не могу заставить ее. Говорю. Ну пойдем со мной. Дочь. Нет. Она придет. Когда я сама такая была уже верующая. Я вот никогда не могла полностью. В то ли выстаивала службы. А здесь я уже не могла выстаивать службу. Я приду. Посветила пасочку. Там свечки поставила. Молщаницы приложу. Я не могу. Водички на крещение наберу. Все вот так вот. Ну и вот так вот. Такое вот это было. А в храм вы ходили в юбке. Там вот все как положено. Да. В храм я старалась ходить в платье, в юбке. А зимой, когда на крещение, приходилось в брюках. Потому что на улице у нас было освещение. Очередь большая после работы. Холод невозможный. И тут я уже приходила стоять в брюках. Но не в храме в самом. А возле храма вот эти бочки наливали, освещали. И там приходилось иногда и им ходить в брюках. Потому что как бы вот эта вот безалаберность. Сейчас я уже понимаю, когда все это... Когда встретила Игнатия Тихоновича. Когда встретила Игнатия Тихоновича. А встретила Игнатия Тихоновича на посту. Это было вот в том году великий пост. В апреле, да, в апреле пост этот был. Случайно. Я всегда слушала по интернету батюшек. Ткачева, Смирнова, покойного. Потом батюшку Головина. И однажды слышу... А я не знаю, шахматов, по-моему, уже было у Игнатия Тихоновича. Уже не помню. Но я смотрю, берет интервью у Владимира Головина. У отца в Болгаре. И спрашивает у него. Говорит, а что вы думаете про Лапкина Игнатия Тихоновича? И он ему отвечает. Говорит, я хотела поехать, несколько ему поклониться в поезд. Я против него мелочь, что ли. Мелочь, по-моему, он сказал. Мелочь. И мне тут прям сразу... А я еще что, забегу назад. Я до этого всегда как-то сяду, сижу, молюсь. И тут я бросила уже работать. Не работала. И я смотрю на небо, постоянно с Богом общаюсь, молюсь. Говорю, господи, ну как-то у всех батюшки придут, тот исповедуется, свои батюшки. А мне, говорю, никого. Иду, ну вот кто там присповедует, тот исповедует. Духовника не было, да? Да, не было духовника. И вот так я обращалась к Господу Богу своими словами. И говорю, как мне, кому? Слушаю, батюшек. Ну слушаю, хорошо, ты о чем говоришь? Хорошо, смирнул, говорит. Все это вот так. Ну а чтобы вот пойти и ему поделиться чем-то, нет такого. И причастие тоже к любому. А и вот мне потом Господь, вот я услышала, когда Головина и Глабкин. Я набираю в Ютьюбе первые видео. И знаете, мне просто как будто вот сердце просто вот так вот резонуло. Вот вошло в сердце вот эта проповедь. Даже вот не помню из-за чего, как-то там, не помню точно, какая первая. Но первая, и она, мне теперь каждый Божий день, я смотрю, я не могу еще... Боже, это мое. Да, я даже, я просто почувствовала, что мне вот именно резонуло вот сюда вот прям вот. Вот какое-то такое было, я даже не могу передать, какое-то такое, что вот сердце мне затронуло, эта проповедь. И все, и я вот до сих пор и благодарю Бога. Я потом пошла, услышала, что надо Библию, что Господь придет следить по Библии. И пошла, купила вот прекрасная моя Библия, красавица. Я прям каждый день ее целую, обнимаю и говорю, Господи, какая благодать ты мне дал, грешница великая. Такая вот благодать у меня, красавица моя. Все на русском языке есть, и на дальний перевод. А потом уже вот благодаря вам, когда благодаря Сереже Пупкову, дай Бог ему здоровья, молюсь за него всегда, Господи, помоги ему. И вот Игнатия Тихоновича выписала, вот Новый Завет. Одну книгу прочитала, вторую книгу «Деяния апостолов» читаю. Тоже здесь вот закладочка даже скажу, где вот я читаю сейчас. Вот, читаю. Еще осталось немножко мне, и останется апокалипсис почитать. И Библию заканчиваю там тоже. И читаю одновременно «Псалтырь». «Псалтырь» у меня тоже еще купила отдельный. Тут получается у меня. Ну, в общем, сейчас я скажу точно, где я читаю. Первая «Маковейская». Вот где я читаю сейчас. Первая «Маковейская». Памятник, Лена. Неканонические книги – это вообще мои любимые. Да, да, очень интересные, очень интересные. И они вот правдивые и рассказывают именно вот про Иисуса Христа. Иногда понимаю, иногда не понимаю. Прошу Бога, иногда мысли уходят. Прошу Господи, возвращаюсь назад, читаю. Помолюсь Господу Богу. Просто вот сейчас с этим горем я как бы еще никак не могу отойти. Таблетки вот напьюсь, они как чумна и хожу. Племянник у меня умер, онкология. И сестра меня тоже мучает. Говорит, не слушает, температура. Вот звоню по телефону, не слушает. Говорю, сходи ты в храм. Сходи, ну что ты, Господу Богу обратись. Потому что было, я же разговаривала, Игнатий Тихонович рассказывал, когда я обратилась. Говорю, Господи, ну за что такое вот ему? И мне Господь сказал, помолиться 6 января же мне нельзя было. Мама ругала нас, как она говорила. Дети, что ж вы делаете? Девочки, дочери, девчонки, по-всякому. Ну что вы делаете? Вы Бога гневите. Она, онкология у нее была, она бедная, терпела все. В 2001 году она умерла, 26 января. Как раз последний раз мы сидели, гуляли. Каляда приходила, ребятишки там. Мы сами нарядимся. Побежали там тоже. Вот, просто больные люди. Ну, что сделаешь? Ну, она нет. Она ни в какую. Ни в какую. Это день рождения его. Это все. Ну, я благодарю Господа Бога, что вот так получилось, что я все-таки билась, билась. Мне просто было, ну, как это так? Ну, ребенок уходит без покаяния. Ну, я поговорила с Игнатием Тихоновичем. И на второй день мы с сестрой едем в деревню. Я разговариваю с ним. Говорю, Сашенька, миленький. Говорю, а ему вот бабушка привиделась, чтобы водички, говорит, налейте стакан, пусть тебе нальют. И сверху положат, значит, как типа закусить хлеб, значит. Я так поняла, что это причастие. Это мне сестра по телефону говорила. Когда мы поехали туда, я говорю, водичку бабушка Настя, она набирала, храма не было, но она каждый, когда крещение, после 12 шла на колодец, набирала воды на год. Вода шла крещенская уже, она считала, что когда крещение, это крещенская вода идет весь день. И вот она на год себе набирала, затаривала вот этой водички, и она каждый день ее пила. Я говорю, бабушка пила, говорю, водичку святую, вот, и тебе, говорю, нужно водичку. Тони встала, она подошла, я говорю, Тонечка, нужно водички, Саша, пить. Она, да, что теперь эта водичка, и что она поможет ему? Я говорю, ему, ну и при нем-то я, что, она и так это еще при нем говорит, а он, мам, на нее так прикрикнул. Она, ладно, ладно, Саша, ладно, ладно, пусть привозит. Я говорю, ну завтра Оля, ну мой зять, значит, муж и сын приедут, говорю, я передам. Потом, я говорю, полторашка есть, говорю, полтора литра, я говорю, и про сверочки я вам передам. Хорошо. И вот они его поили до конца, значит, я просила Господа, говорю, Господи. А, и про батюшку, я говорю, Сашенька, тебе, говорю, нужно батюшку обязательно, чтобы тебе, говорю, батюшка с тобой, говорю, он тебе даст здоровье, молятся за тебя, и тебе Господь даст здоровье, говорю, благодаря Его молитвами. А он прям как-то вот так вот, что вы меня отпевать хотите? Я говорю, нет, сыночек, не отпевать мы тебе хотим, мы тебе хотим помочь. Ну и все, вот так вот поговорили, а потом, значит, у него уже были до вечера, пошла уток, там курить закрывать, говорит, ладно, мы пойдем, ты, Люда, тут ничего ему такого не говоришь, он не нервничал. И вот, представляешь, только они через порог с племянницей переступили, а он мне говорит, тетушка, почитайте мне молитвочки. И, представляешь, я сама просто была в шоке. Я ему стала про Иисуса Христа рассказывать, отче наше почитала, какие вот знала, царю небесное, потом достойно есть, Богородица, ну, все вот эти вот, какие у меня на ум, а с тобой не было со мной молитвенника маленького, у меня молитвенчик еще, в котором я молюсь, не было. Ну, я ему вот что могла и смотрю, и глажу его руку, и читаю, и глажу, говорю ему, читаю, читаю, еще иконочка висит, иконочка старинная, очень старинная. Это еще, когда раскулачивали в советское время, когда ее спасли, соседка была у соседки, бабушка там Ганя Агафья, получается, жила, а когда она обожглась, холодно было, у нее дом был под соломенную крышу, вот эту иконочку, она была большая, но потом ее обвозили, и она когда перед смертью передала нашей бабушке, она была у бабушки. А теперь она, как мы уехали в Орел, мама была у Тони, у Тони она умирала, и у Тони она осталась. Я после смерти просила, говорю, дай мне эту иконочку, Тонечка. А вот она, нет, пусть она стоит. Теперь они, значит, это вычитали, вроде бы как сестра младшая, говорят, что она должна в храме стоять. Но я Игнатию Тихоновичу написала, он сказал, оставьте себе ее. И это фотографировала ему, отослала эту икону старинную. Но она была большая, просто она когда упала, разбилась, остался один лик Иисуса Христа Спасителя. Вот эта иконочка. И он и на эту иконочку смотрит, смотрю, и вот так вот он. А потом мы уехали, уехали, и он заснул. Он заснул, я его убаюкала, он заснул, я его перекрестила, помолилась, и поехали мы. И на второй день смотрю, мне сестра младшая на WhatsApp пишет, говорит, запросил Саша батюшку. Запросил, говорит, батюшку привезите мне, говорит, чем быстрее, тем лучше. Они говорят, ну тогда в понедельник. А может, я не доживу до понедельника, он с ними, значит, начал воевать. И они привезли 13-го числа, где-то 10-го, я с Игнатом сейчас разговариваю, а 13-го числа они привезли батюшку. Батюшка приехал, вот, и он, говорит, долго был, с ним, наверное, минут 40. И подарила ему Николая Егорничка еще иконочку, причастила его, все. А потом мы в понедельник поехали, это было, наверное, в пятницу или в четверг понедельник, мы приезжаем, приезжаем, говорим, Сашенька, ну что, был батюшка? Да. И он так легко вздохнул и говорит, мне так легко стало. Там вот со всей грудью, вот так вот, ну слава тебе, Господи. Потом сестре говорю, дело ты не вернешь, ты душу спасай ребенку. Спасай, говорю, душу ребенку, потому что ему с Богом общаться. Ну и, в общем, на суд Божий идти. Ну, им бесполезно. Там, может быть, не так, как она, как зять. Там зять очень такой, с ним невозможно. Я летом привезла два Евангелия, вот, красные Евангелия я выписываю и раздаю. И привезла им. Я говорю, возьмите Евангелие. Отказались. Она прям, ой-ой-ой, не надо, не надо. Вот так вот. Вот, да, и он, я говорю, Сашенька, возьми. А он говорит, не, не надо, тетушка, не надо. Ну, не надо, говорю, Бог с вами. Вот, и, в общем, ну, здесь у меня и сестра двоюродная в деревне. Вот это вроде бы высшее образование у всех, все умные. А вот почему тут тоже, вот, недавно разговаривала с ней про воду, про крещенскую воду. Она говорит, ну, в общем, мне предложила, там одна начальница, она к ней устроилась временно. Я так вкратце все перескакиваю. Вот, и она, говорит, предложила мне по утрам умываться и пить святую водичку. Я сказала, тогда смеялась еще. Нет, да вы что, я в это не верю. Говорю, Верочка, да ты что, говорю, Господь тебе на встречу. Я потом пришла, я говорю, еще было потом. Я пришла, у меня где-то комсомольский правда какая-то, еще столетняя. Она нашла там какой-то заговор от сглаза. А, нет, я выпила вечером, она не сказала. Я выпила, она стала зевать. Зевать, я говорю, ну, вот, видишь, тебе, говорю, от живого Бога живая вода тебе дала знать. Она говорит, нет, я потом нашла комсомольский. Правду начитала какой-то заговор от сглаза и, значит, выпила эту воду. Ты понимаете, вот что делается? Это вообще какой-то, говорю, и не глупый, и умный. Она работала тоже, работа такая ответственная, такая образование и все. А вот вообще, я не знаю. И сестра, думала, ну все, сейчас вот горе, может быть, я говорю, Тоня, звоню, болею, температура не спадает. Все, не ем ничего. Я говорю, ну ты ехай в больницу, сейчас ковид, мало ли что. Нет, и вот эти сны опять вижу, венки вижу. Саша, говорю, снится. Да, Саша пришел, говорит, я его не видела, рукой прям достал за сердце моего. И вот зажимает рубашку. Я говорю, ты плачешь, а ему там плохо, ему там плохо. И сейчас он проходит мыторство до 40 дней. Надо молиться усердно за него. А вы, говорю, меня не слушаете, не понимаете. Я понимаю, что, может быть, как Игнатий, ну сказали, а на нем как бы не приняли это. Ну, душа разрывается, родные, но были бы чужие. И то жалко, а это своя кровь. И вот я себя мучаю, я не знаю, я пью эти таблетки ночами и сплю, и не сплю. Сегодня вот до обеда проспала, просто видно, там я сыграла во мне то, что я не спала, эти все переживаю. И таблетка напилась, эти пустырненько. И я сегодня прям проснулась, говорю, господи, время-то уже сколько, а я сплю. В общем, такое вот состояние, никак я не знаю, как и что-то. Надо довериться ему. Я говорю, Богу надо довериться, не искушайте, не переживайте. Молитесь просто, молитесь прям спокойно. Господи, ты знаешь, как все устроить и все. Молюсь, я молюсь, я благодарю. Мне на душе радостно, мне на душе радостно, прям вот Господь мне дает благодать. Вот пошла, Рождество было вечером, 6-го я ходила в храм, причастилась, служба была большая, 6-го января отстояла службу, все это причастилась. Потом 7-го потихоньку, лед был, потихоньку-потихоньку дошла до дома. Ну, уже и возраст, и вес мой тоже. А племянник умер 29-го, похоронили. 29 декабря. Да, племянника мы похоронили, и он ушел спокойно. Я молила, просила Господа, Господи, облегчи его мучения, облегчи его мучения. И их просила, и просила сестру, просила племянницу, она с ней была, говорю, водички давайте, и водичка умывайте святой. И вот он пил. И, говорит, когда пила, что потом Тоня мне рассказывает, пила, говорит, и говорит, мам, я чувствую, водичка святая. Она говорит, да, сыночек, святая. И вот он, это все ему, это. А потом она уже, когда вот в гробу он лежал дома ночью, и она мне рассказывала, говорит, он, говорит, видел церковь. Я говорю, он тебе ничего не сказала перед смертью? Нет, перед смертью, говорит, он что-то пытался сказать, шепотом губы шевелились, я как не поняла. Вот, но, говорит, видел он церковь, или, говорит, она ему привиделась, или он во сне видел, я не могу сказать. И что самое удивительное было, когда утром сняли маску, и он лежит умиротворенный и улыбается, как живой. Это вообще, это было что, я прямо так руками, я вообще, увидели, он лежит, улыбочка, и такой довольный. Я говорю, отмучился, бедненький. Ну, конечно, ему такой он высокий был, такой грузный, а это вот где-то 15-18 лет выболевший. Прямо ребеночек, ребеночек им лежал. Конечно, это, ну, с другой стороны, говорю, теперь вот не знаю, как Господь, ну, я благодарю Господа Бога, что Господь нам помог похоронить. Были препятствия, очень большие были препятствия, были в морге. Во-первых, он умер в воскресенье, его утром, ночью, он без 15 часов умер, отвезли скорые в Орел сюда на экспертизу. Не вскрывали воскресенье весь день, и хотелось похоронить по-христиански на третий день. И просили Господа Бога, я просила очень, говорю, молитесь все, молитесь, просите Бога, чтобы Господь помог. И Господь помог, и Господь помог, и Господь дал людей и в морге, и Господь дал столовой людей, потому что народ упоминать было очень много ребят у него, друзей там, и тот, и мне говорит, я не знаю, насколько, потому что там, говорит, приходят, когда проведывали его, приходили. Их каких, я знаю, каких, не знаю, но 75 человек накрывали. Пошли в кафе в одно, в другое место, там в районе не хватает, в змееверке. И, говорит, вот, нашлась, ну, она родственника, как бы, троюродная, через Райпо, через представителя Райпо вышли, а он закрыл столовую до 10 января, как бы, вывезли продукты на праздники, закрыл ее, и пришлось ему открыть, и вот, помянуть, чтобы только помянуть, вместить народ. И место тоже, с местом были проблемы, они на кладбище деревенские не стали хранить, а там в районе. И место тоже помогли люди добрые, дали место хорошее, и все. Вот, в общем, все вышло на высшем уровне. Царство небесное, вечная ему память, конечно, и молюсь я каждый день, день, не на по несколько раз прошу Господа, чтобы облегчило его страдания там. Ну, вот такие вот. Ну, теперь у меня проблемы с сестрой, с сестрой, я не знаю, конечно, как она это все, говорю, обратись ты к Господу Богу, покайся ты, тебе легче будет, ну, как ты не понимаешь. Ну, Божьей Матери попросите прощения, ну, покайся за свои грехи, то, что мы делали. Ну, у нее все равно своя политика, за что меня Господь наказал, и вот в таком-то вот плане. Я говорю, спрашивайте, потом вот пришли там двоюродные тоже у них, зять погиб молодой, 27 лет уже вот два года назад. То же самое, то же самое, они со мной начали спорить. Я говорю, я с вами, ребят, спорить не буду, вы спрашивайте у Господа Бога. Ответы просите, молитесь, и Господь вам ответит. Почему, почему у меня вот осталась, значит, моя дочь, что она ветеран войны, что ли, с двумя детьми маленькими, почему она вдовой осталась. Я говорю, эти вопросы не ко мне, Господь дает нам определенное количество, у кого какая судьба, где, что, когда случится. Поэтому, говорю, здесь и все вопросы от Господа Бога. Тут уже не в силах, не в силах мы можем предполагать, а Господь располагает по-своему. Каждого ведет своим путем. И вот я благодаря Головина и благодаря Шахматова узнала Игнатия Тихоновича. И вот теперь рада без памяти. И вот и Библию я пела, и Новый Завет с толкованием. И все, у меня, слава тебе, Господи. Рада, что, Леночка, я благодарю тебя. Извини меня, пожалуйста, прости, что я тогда тоже, я не поняла. Я думала, ну как это так, вдруг православные, вдруг какие-то иконы против-против этого. Все, ну, это уже вот, а так, да, слава Богу, что все это решилось, все это разрешилось. Аминь, да. А насчет племянника, то есть он мог же быть безбожником, да, и сколько еще нагрешить. А так Господь его забрал, и если он действительно искренне покаялся, он, может быть, и по-христиански действительно ушел, а мы только в надежде. Да, ну, я смотрю на фотографии, у него крестик. На фотографии он носил крестик с собой, у него большой серебряный крестик. А так вот почему-то он не хотел, ну, попросил меня почитать молитвочки, тетушка, почитай. Я просто неожиданно, и неожиданно, главное, и сам потребовал батюшку. После нашего отъезда он на другой день там им устроил, привезите мне батюшку, ну, давай, говорит, понедельник, нет, я, может, не доживу. У меня сестра пишет на WhatsApp, представляешь, и говорит, вот так вот, Господь, с Божьей помощью, Господь. И я считаю, что это молитва Иннатий Тихоновича еще, это большая молитва, потому что он святочный. Слава Богу. Насколько важна вот молитва, да, и когда люди близкие верующие, и вот родители там, или бабушки, дедушки верующие. Я вот общаюсь с людьми, я обратила внимание на то, что кто-то где-то все равно когда-то молился. Вот, и как это сказывается на детях, на наших, то есть на нашем потомстве, на детях, на внуках, там даже на правнуках. Вот, поэтому нам, мы несем, вот не кто-то там, а вот именно мы. Мы должны, мы поделили наши, вот такой взять груз, чтобы отнести его и донести, чтобы потом нашим потомкам еще хватило, чтобы они тоже были верующие, не отпали от Бога. Вот, и такая на нас ответственность, и мы должны... Большая ответственность, большая, потому что это все передается с поколения в поколение. Я дедушку стала напоминать, я раньше не поминала Дениса, который это бабушкин отец. Она говорила, он был строгий, такой был требовательный. Она бабушка тоже была требовательна. Она добрая была, но она была требовательная. И вот я хочу сказать, и сын ходил, когда мы жили в Туле, он ходил в церковь постоянно со мной. Даже сейчас вспоминает эту церковь. Два крестика носят. Один крестик такой, но все равно развелся с женой, и вот приходится ему блудить, приходится курить. Выпивать, мам, ты пришла, и я приду. Я всегда молюсь, но он дороги, он ездит тут две недели в разъезде, красно-белые разводят продукты, это южное направление у него. А неделю он дома. Сыночек миленький, найди, а где я найду? Они все пьют и курят, мам. А его предала жена. Его жена предала, он в разъездах привезет деньги, уезжает, а она здесь кутила, как могла. Короче, она сейчас живет с другим. Ну, детей нету, детей нету, я благодарю. А вы сказали, что Евангелие раздаете? Да, я Евангелие раздаю. Красное выписываю. Да, и еще у меня, сейчас покажу. Красный, да, на благозвоннице? Красный. А еще, когда я выписывала, мне вот такой вот, Сергей прислал визиточки, я визиточки вот эти вот, но сейчас они уже заканчиваются, я пойду в эту, отпечатаю себе еще, и я вставляю в Евангелие, и раздаю. А вы, интересно, пишите, я вам отправлю визиточки. Да? Конечно. А я хотела пойти в эту, у нас есть же, и распечатаю здесь. И я вставляю, они у меня там в кресле стоят, вот недавно сто штук привезла. И вот ходила, на Рождество вышла, пошла раздавала. И встретила одного мужчину верующего, ну, как он верующий, он в храме расписывал, храм расписывал у нас, и очень обижен на батюшек. Очень. Я говорю, пытается мне что-то рассказать про них, я говорю, я не хочу слушать, Господь все знает, и он, говорю, и вы не грешите. Там же батюшки, они, говорю, все разные люди, люди все разные, есть, действительно, служат Господу Богу, а есть просто ходят на работу. Я хожу в храм, я вижу все, но я, говорю, прихожу к Господу Богу, я общаться и иду с Богом, а то, что там эти шастают, ходят эти вот с этими, перекрещусь, и продолжаю Господу молиться, потому что сейчас скажешь, я же такая, я не могу, я иногда сорвусь, если сорвусь, то сорвусь, и думаю, сейчас больше нагрешу я, и на свою душу в храме, ну что, Господь, он все видит, он все знает, ну что я буду с ними, замечаниями делать, как-то вот, ну кто я такая, тем более батюшкам, ну как я могу, много случаев, и со мной было, и с батюшками было, но я как-то вот стараюсь, это на Божью волю, все, Господу Богу виднее, как Господь решит. Если у кого-то там ревность есть, так ты бери и делай, да, ты сам-то покажи пример, да, да, расскажи батюшке, ты прочитай, расскажи батюшке, напиши ему письмо, еще как-то, а то вот люди ропщут, а сами ничего не делают, показать ничего не могут, и вот это вот, ну ты, как мы же с нас, Господь-то спросит, а не с батюшек, когда он... Господь спросит из нас, ну я вот батюшке сказала, как-то на соборовце я ходила, вот на этом посту, на рождественском, было соборование, но я причащаться не готова была, хотя я пост соблюдала, но еще я не вычислила молитвы, перед причастием надо вычислить молитвы, я не вычислила, я говорю, я просто пособоруюсь, и вот с ним, и говорила про десятину ему, я говорю, десятину вот я еще как бы, ну я на вот книги трачу там, а он говорит, десятину, я говорю, кому мне вот отдавать, а он говорит, а сейчас десятины нету, сейчас, говорит, это было у богатых, когда вот у них там шло вот это вот, посевы разные, они собирали все это, это в Старом Завете, сейчас, говорит, десятин нету, ну и пришла покупаю, я и Библию у них покупала, и все, тоже спрашивала, кто там продает, говорю, а вот по поводу десятины, как вы платите десятину батюшку, нет, у нас такого нет вот вы у нас приходите, вы много берете, вы заказываете, требу там упоминание родителей за здравие, за упокоение пишите все это входит как бы в десятину вот они вот так толкуют ну что я могу сказать что я могу сказать им еще чего, я не знаю так конечно у вашей к истинному православию книга есть? есть, есть а можете прям там о десятине же есть, можете им показать или можно даже у меня была, Леночка, такая мысль показать им, думаю, отнимут книгу они у меня это мне надо выписать все оттуда выписать и прийти с точки на сайте скопировать вот это и распечатать можно на принтере, попросить там молодежь вашу и просто им положить где-то одному, второму у нас сейчас Володя печатает брошюрки о десятине вот из книги к истинному православию вот эти вот материалы брошюрками такими тоненькими и вот уже как заказы пошли, он отправляет но я говорю, проще это самому даже можно распечатать вот, можно у него вот этот файл попросить с принтером проблема тоже был принтер у меня моя девочка подарила кому-то и с концами это уже так технические моменты можно помолиться и Господь все даст это только пойти если вот так распечатать где-то просто выписать все чтобы они чтобы они меня распечатали вот я у меня это да, эта мысль у меня я хотела принести книгу, показать ну, думаю, отнимут они у меня вдруг они у меня ее отнимут а потом еще и вот что еще и вот что я хочу мне нужно сказать это вот слава Богу пока вот Игнатий Тихонович жив и Отец Иоаким жив дай Бог им здоровья и пожить подольше а потом ведь тоже неизвестно какие-нибудь батюшки придут и опричащаться надо в храм идти надо и как-то вот это тоже останавливает а если я буду начну с ними они мне могут и не допустить до причастия и могут и в храм не допустить и эта мысля тоже не покидает и не знаешь как уже поступить правильно и с молитвой только через молитву то есть вот какой-то вопрос есть отправили его ответ получили и следующий и вот так вот я только так что-то вот у меня буквально вот я говорю Господи ну скажи скажи мне что мне делать через несколько минут Игнать Тихонович выходит говорит Елена и мне прямым текстом просто говорит что делать я говорю ой вот это ответ настолько прямой прямая связь с Богом ну что говорить а я слушаю иногда тоже вот прям проповеди Игнать Тихонович мысля была такая я смотрю по проповеди он что-то и говорит я ему не писала ничего и слышу слышу то что он меня мочил этот вопрос и он отвечает на него бывает тоже такое прямым текстом говорит иди туда делай то и вот так-то так-то я говорю слава тебе Господи поэтому грех нам жаловаться отдушинка радость я уже говорю это солнышко мое я вот слушаю его просто вот и смотрю и эти с этими в чате рулетки тоже Господи иногда жалко они эти сидят они недостойны его ногтя и они еще что-то из себя корежат там жалко его но с другой стороны я говорю Господи какая отдушина как он оставляет и я все выставляю у меня все еще стараюсь чтобы у меня в одноклассниках чтобы люди читали все вот эти все видео я все выставляю в заметки и люди читают да я смотрю просмотров много бывает люди читают писатели не пишут а вот и классы некоторые ставят некоторые нет а читать смотрю просмотров много бывает вот как-то стучаться да и вот этот мужчина мне встрелился 7 января и говорит вот так и так обиженный очень и показал мне на этом я говорю вы Богу угодно Раз Господь допустил вас расписывать Я говорю, Господу Богу угодно Пусть Господь с ними разбирается Как-то обманули его, кто-то не заплатил А потом он походил, походил Смотрю, опять подходит, а я в сквере у себя была Смотрю, подходит и говорит Показывает мне на телефоне Видите, я смотрю ангел На небе, большой ангел Белые, прям такие крылья распущены А он говорит Это я сам фотографировала, никого не было рядом Вообще никого Я фотографировала, я говорю, видите Это вам ангел вас охраняет Так что не грешите, не надо Господь разберется с нами со всеми Не грешите на этих батюшек Они вас обманули, а вам Господь больше подаст Вот я с ним как-то вот так И он прям довольный Он меня взял в Евангелии И берет молодежь В основном меня берет молодежь Я возле храма раздаю, иду в храм После службы выхожу там на мост На мосту проходит народу Раньше детский парк там и летом И вот этот раз тоже там раздавала Там больше берут И здесь тоже берут И я говорю, берут, и молодежь берет И прям некоторые с удовольствием А у меня душа радуется Говорю, Господи, слава тебе Мои дети не хотят Все есть у них Пока, как сын сказал Мама, придет время, и я буду читать Ну, я говорю, сынок, можете не прийти Потому что время скоротечное Видишь, как все неожиданно происходит В нашей жизни Ой, не знаю, как Прошу Господа Богу, конечно, чтобы достучаться Чтобы они познали радость Я говорю, вы же в детстве ходили И причащались, и все Ну, сын-то у меня Его болтыхали в этой Купели Я помню хорошо у сына При мне была эта Кума стояла И одевали рубашку белую И потом на него крестик Все это у него А вот дочку нет Ее помазали Ее помазали Эта церковь у нас в деревне Там не в деревне самой А ее открыли Когда Васильевка Там пять километров Куда мы с бабушкой ходили На трассу Чтобы уехать в Орел Вот там эта церковь теперь открыта И там вот, когда она родилась И приезжал батюшка Ее открыли Но батюшка приезжал Как бы просто Службы какие-то проводил И все И вот батюшка Ее помазал Ручки, ножки И все Она не крещеная совсем Беда наша Вам-то тоже надо креститься Приезжайте к нам Потеряй в кулетом Ну, вот как мне их уговорить-то Если бы уговорить бы их Там и приезжайте Сами собирайте Сможет, молиться Господу Богу Чтобы Господь допустил Может, Бог даст И свидетельство Вы не пожалеете Если вы приезжаете Никогда не пожалеете Я еще воды боюсь Миленькая моя Я же воды боюсь Я боюсь воды Мне страх вот этот вот Мне страх После того Кто воды боится Они перед крещением Туда спускаются Проверяют все Вот Ну, как Как это Как Не тренировка-то Нет, я Я понимаю Но преодолеть мне Самой внутренний страх Я вот Мне говорю В 17 лет я тонула И до сих пор У меня вот к воде Я боюсь прикасаться В речке В речке В самой Что бесовская Бес держит Значит Значит Надо преодолеть И значит Вам точно Надо в Потеряевку Там братья и сестры Верующие Там Все рядом будут Помогут Любые варианты Как говорится Это Игнатий Дочери моей Сказал Кто говорит Нос закрывал У того нос Некрещеный остался Она Я смотрю Я все смотрю Я все вижу Я все смотрю Она такая Почему я нос Закрывала Я говорю Ну все Вот Вот страх Остается чуть-чуть И человек не может А надо прям решительно Вы такая решительная Женщина Что я думаю Для вас преград Никаких нет Я решительно Я еще не рассказала Я работала В этой В повестении С уголовниками Отпетами В психбольнице С наблюдением Да Я год отработала Но я ушла Больные Да И они по несколько раз Там уже опять возвращенные Там у них такие Статьи тяжелые Это вообще Они У нас в России По-моему Семь таких больниц И у нас Я отработала год ноги У меня коленки Как я простудила На кране на улице Открывала Эти Форточки ведь не слышно Разговариваешь В кабину выходишь Ну так вот смотришь И вот эти коленки Форточка была Постоянно открыта Надула мне Вот И ходила Ну так бы ничего Но тут получилась Отпуска И санитаробезопасности Куда-то уезжали Ну в командировки Или кого Не хватало людей Просто в отпусках были И мы были вдвоем С медсестрой Вдвоем с медсестрой Семьдесят человек больных Все за решетчика За решеткой Она в медсеке Здесь Таблетки раскладывает Там указания врача Делает А я хожу Непрерывные Они-то спят А в окошечко За ними смотришь Потому что мало ли Может кто-то закружился Или что там И вот так вот ходишь Но когда надо Там в туалет Она выйдет Походит Я иду в туалет Вот так мы Ее не отработали А потом ставят график Без санитаробезопасности Вот что Когда санитар безопасности То он ходит А то придет Когда уколы На таблетки Или на какие-то процедуры Вызовем Они придут А потом мы вдвоем Опять остаемся И второй месяц А здесь еще один Ученый Высокий ученый Тоже попал За убийство Убил Свою сожительство Но он Был Фидик Математик И потом он начал ИП открыл И у него очень большие Торговые центры были Ну вот И он Потом он попал Три года У нас был И вот он Заболел Этим Как его С головой Это у него Ой Когда простынет В Москве Менингит Да Менингит Мой палочкой И он умер И тут еще Вот эти вот Комиссии Все это И у меня мысля Говорю Глянь И нога у меня Это мучает Я была тоже На больничном И не могла ходить Потом уже вылечу И опять вот На работу Так мне конечно Больные ко мне Относились очень хорошо Ничего не могу сказать Хоть они такие вот Но они И я к ним И я еще И за них заступалась А почему заступалась Потому что Я говорю Они больные Они больные Как вы не можете понять Вот они там Поубивали Вот они там Ну некоторые сотрудники Девочки миленькие Не надо грех На душу брать Потому что мы не знаем У нас тоже дети У нас все может быть В каждом Это такая И она как бы Идет Передается еще Шизофрения Она может и врожденной быть И по наследству А может и просто Передаваться С каждым все может Случиться Не надо ругать их И всегда я как-то была На их стороне Вот Ну и построже Где что замечу Если уж совсем Они там что-то Так я постучу Там ключи Вот такие Два ключа В карман Я сама по себе Я сама по себе смелая Я сама по себе Такая вот И я всегда любила Правду Я нигде Никогда на работе Я не смолчу Если я вижу Что-то несправедливое Я обязательно скажу Обязательно И начальнику Я говорю Ну так зато там деньги Да Там тогда В советское время Мы работали Значит день Четыре дня В первую Четыре дня Во вторую Четыре дня В ночь И платили Тогда нам Еще зарплату 250 рублей Тогда по тем деньгам Это же были Деньги хорошие Для меня Я собирала Две зарплаты В Москву ездила У меня там подружка И мы с ней Еще брата ее подключали В очереди Три человека Набирала И колбасы И одежда у меня Вся импортная была Я ходила Самая модная Часто Как у вас С платком С юбками Как дела обстоят Платок Ношу постоянно Платок Дома ношу На улице Правда у меня так Шапочка Я вот купила Как типа платка Я вот хожу Дома в платке И сплю Ну вот сползает Иногда с головы Все это Волосы отращиваю Вот недавно Ну как Может месяца два назад Я это Покрасила все-таки Седина мне Вот это что-то Белый цвет Все-таки не выдержала Но сейчас смотрю Вот отрастает Вот уже отрастает Больше не буду трогать Я как-то Окантовка А так вот У меня вот Держитесь Да держусь Уже все Она отрастает Говорю Ну все Потом буду это И вот закалываю Уж они не рассыпались Ну рассыпаются Они у меня Рассыпаются Все равно платок Я дома ношу Платье длинное Вот юбку купила себе Зимнюю такую Она не до пят Но низко Так вот она Низкая Прям Пол сапожки И до них доходит Это я в храм хожу И вот на улицу Захожу Брюки уже все Брюки я не ношу Ни в храм Никуда я не хожу Брюки и в магазин Даже мусор выношу Все это я хожу Вот это вот Кажется Такие мелочи А это Господь Такой ходу Снимаю Как растрепа Как растрепа В общем Это мне Слава тебе Господи Все у меня Все Молюсь Господу Богу Каждый день Читаю Читаю Люблю читать Библию читаю Евангелие читаю Слушать люблю Ну как бы Сейчас не работаю Я вот Все у меня есть время Я поделаю свои дела Что там дома Поесть приготовила А что у меня Дочка взрослый Сын Нет он приезжает Когда сын приезжает Да Но сейчас дочка Она работает На удаленке Дома Как бы И тут у меня У нас однокомнатная квартира Тут не развернуться Не повернуться Ухожу На кухне читаю На кухне Она здесь занимается Работает А я на кухне читаю Молюсь Господу Богу Где на иконочке Молюсь Где молюсь Просто на небо Смотрю И разговариваю С Господу Богу Своими словами Вот У меня этот Слава Богу За все И благодарю Бога Говорю Господи Слава тебе Господи Что под старость Мне послал Такого мне Настоящего Духовного отца Который вот Который Который понимаешь Его действительно Все слова До меня доходят Все слова доходят И принимаешь Самое главное И принимаешь Да и принимаешь И вот я говорю Пошла прям Купила Библию Все вот это Прям как у меня Все это Прям очень хорошо Молодец Благодарю Бога Господа Бога За вас благодарю Что у меня есть Наставники Которые Как бы Душу мою Идет возрастание Моей души Молятся за возрастание Все вот И Обращаюсь К Вячеславу Семену Тоже Благодарю его за все Господи Леночка За все Мне жалко Купкова Конечно Мне очень его Жалко Что вот так Вот у него Дай Бог ему здоровья Чтобы он вышел Из этого Такой умный Он такой умный Он мне прислал Все Молодец Выслал Сразу Отправил ему Что деньги Заплатила И все Он мне прям сразу Книжечки эти все Я получила Где-то в течение месяца Я их получила И все Молодец Прям такой Видишь как получилось Что у него У него тоже Может быть Я говорю Как-то Надо ему Пройти Этот путь И что-то Может быть Он Знал Вот И Молимся Молимся О нем Молиться нужно И Господь Ведет нас Каждого Своим путем А так На протяжении Всей моей жизни Я всегда Обращалась Господу Богу Его помощь А еще Случай один Тоже Вот этот Мне мама Раньше Расскала Я видела Крест на небе И вот моя Судьба такая Сложилась Потому что Она вышла Второй раз Замуж С сестренкой Младшей С 71 года А его Он моложе Ее был Я не знаю На 5 лет Что ли Муж И вот Сестренка родилась И ей было 9 месяцев Одной было 7 А другой 9 А его убили Вместе Они там С кем он пел Раньше Он не был женат И ни разу Жил с мамой Вот И вот он Они начали жить Хорошо Все как-то Вот у них И хозяйство Били И все Он ей помогал И все А потом Вот со своими Друзьями Тоже уже Все покойники И вместе Надо было на свадьбу Идти И его короче Задушили Или убили Не знаю Что они там Вместе пили Где-то возле магазина После этого После работы Вот И вот Она мне рассказывала Видела крест Видела крест Поэтому у меня такая Жизнь тяжелая Вот два гроба Два мужа Троих детей подняла Выучила всех Вот И говорит Это То что А я все задумывалась Глянь Потом когда уже пошел Интернет И вот На небе И видео показывают И там кресты И все люди Фотографируют Показывают Говорю Господи А я говорю Сколько живу Ни разу Не видела И потом Как-то случайно Просматривая Свои фотографии Я вышлю Вам потом Посмотрите Случайно Дочка была В деревне И на мосту Там И потом мы шли А у нас башня И на башне Аисты И смотрю Потом уже фотографии Гляжу А там и крест И святые лики И потом Я еще на кране Тоже у меня есть фотографии Тоже я работала На кране Здесь уже в Орле Вот И видела Это Тоже Просто вижу Такое вот Несколько облачков Все такое Говорю Дай-ка я вышла На посадочную И щелкнула И в облачке Лик Иисуса Христа Представляете Я вам вышлю Посмотрите Я батюшке отправляла Отвергни себя Возьми свой крест И иди за мной Сказал Иисус Да Ну я вот Я увидела А потом батюшке Отправляла У меня в друзьях Был батюшка из Москвы Александр Зверев И говорю А мне объясните Вот это А он говорит Это для утверждения Вам веры Он тоже увидел Это для утверждения Веры Он мне так ответил Ну не знаю Ну я Думала Говорю Господи Ну почему все видят А почему я-то не вижу Почему я вот нигде И вот когда приезжаю Вот так вот смотрю На небо Что-то вот такое Вот где-то Так вот В блочках Проскальзывает Ну я Сейчас Господь вам так Сейчас Господь вам так отвечает Он уже Думает Что уже выше Без всяких чудес Уже все Да Сейчас Это было в 2008 году Еще вот когда Я все это Первый раз увидела Потом это Так мне у Господь А так я всегда В душе Это у меня всегда Но я грешница великая Я же нарушала Я нарушала Я же и читала И как бы Ну что там Немножко почитаю Я дальше не читала Вот Мне особенно задело Больше всего Мне конечно Из Евангелия Задело Когда Придавали его Когда его распинали Я до сих пор читаю До сих пор Я не могу Я потом фильмы смотрела Мне вот это вот Говорю Господи Почему такая Несправедливость И лечил И воскресал Из мертвых И ходил И все люди верили И видели воочию И все И почему такая Несправедливость И вот это для меня Конечно Самое тяжелое Когда я читаю В Евангелии Самое тяжелое Тут самое главное Понять Что это я Своими грехами Его распинаю Я стою В этой толпе Которая кричит Распни его Это я Я грех сошила Это раны Я его нанесла И вот когда Вот это приходит И вот это для меня Конечно Самое болезненное Потому что Господи И ведь Я наглая Все равно И брюки И как-то И гулянки День рождения Правда у меня на посту В основном У меня 14 апреля Я стараюсь не отмечать Я уже давно не отмечаю 45 лет было Я отмечала И все Я уже перестала Это К Саше тоже Два года назад Вот 25 ему было Я не ездила 25-26 Вот 27 год Я 2-3 года Я не ездила Они на меня обидели Что я не приехала Я говорю Не буду я отмечать Но я как-то вот Все равно Все равно Как сейчас я верую Я не веровала Я сейчас И службы выстаиваю И по 3 часа Вот 6-го 3,5 часа Была служба И я иду И благодарю Господу Богу То мне причина Всегда была Спина болит Ноги болят Не выстаю Вот эта мысля Всегда крутилась А сейчас Благодарю Господу Богу Я и выстаиваю И каждый день Каждое утро Водичку И молюсь И с вами Вот сейчас молюсь И так я вот Сама молюсь Сто поклонных у меня Я выписала Все читаю Сама молюсь Все вот это Все у меня И вот как Если бы вернуть Эти годы назад Я бы конечно бы И грешила Я бы делала То что я делаю Сейчас Благовестие Вот благовестие Оно возвышает Очень душу Это тоже я заметила Что люди Которые выходят На благовестие Они У них Очень Это большие Вот эти вот Шаги Как говорится Наверх По ступенечкам Леночка Подай Евангелие Пожалуйста Вот из коробки Я покажу Останавливайтесь Продолжайте свой путь Этот Благовестуйте Везде Где можно Это такая радость Когда берут у тебя Еще берут с удовольствием Да берут молодежь Просто вот берут Давайте В коробки В коробки идут Я прям с удовольствием Я вот здесь просто Вообще Прямо Господи Благодарю Господи тебя Милостую И молюсь постоянно Я вот выйду из храма Прямо напротив храма Благодарю Господу Помолюсь Благослови Господи Ангелы-хранители Божьей Матерь Прошу всех И они со мной И мне помогают И в течение часа Где-то раз смотрю Но я много не беру Где-то Десять Вот так вот Мне в сумку войдет Когда это А так вот Когда дома Или вот здесь поближе Чуть побольше Ну вот Этот раз Вот одиннадцать штук Раздала Вот седьмого Разобрали Потому что еще и прохладно Холодно Боюсь В общем ждем И вас в Потеряевке Одиннадцатого июля По-моему Будет крещение В двадцать первом году Вот Поможем Добраться Да Слава Христу Евангелие Да Это вот Последний раз Вот сто штук У меня сын Обычно привозит Приезжает И привозит их А этот раз получилось Что он не мог привезти И просил Своего племянника В общем Троюрный Он двоюрный Сетерый сын Вот И он дал друга И мне он помог Сто штук привезти Вот получить Получить Как раз перед Новым годом Говорю И тут получается То что Если сразу не заберешь Там нужно будет платить Потом за За сохранность И я вот это вот И он привез Мне вот сейчас Говорю Потихонечку Стала раздавать А теперь мне еще два плана Поехать еще в одни места На микроюн съездить Нужно побольше взять Прямо штук 20 Ну еще какая погода Вот сейчас погода Когда летом Это хорошо И дышишь воздухом И ходишь И людям предлагаешь И людям Подарок Ну и вот скажу Про Иисуса Христа Вот что знаю А сейчас Нужно еще мне написать Я все Сколько я раздала уже Вот три коробки У меня 150 И вот 100 еще 150 я уже раздала И еще 20 раздала Вот уже из этой коробки 80 осталось у меня Вот И я вот это Прямо туда Бизиточку И все Дом разложу Положил Помолился Пошла с Божьей помощью Ну и конечно Одной Как-то Двое уже наезжали на меня Одна женщина наезжала Я в центр зашла Там Она Дейся не надо А сама газетами торгует Как разоралась Как кого-то вызывала Радуйтесь Когда за имя мое Вас гонят Ой гнала Кричала там вообще И вызывала Какой-то Подходил уже Я вижу Или начальник этого центра Или кто-то Я не знаю Просмотрел все Ну ничего Ничего Говорю Вам берите Говорю Читайте Слово Божие Говорю Скоро Господь придет судить По Слову Своему Изучайте Говорю Вам это не повредит Не-не Улыбается Не-не Ну ничего Он мне ничего Отошел и ушел Потом я опять зашла Она Не стойте здесь Не мешайте Ну в общем А один раз тоже Мужчина тоже Что вы тут стоите Возле магнита Я стояла тоже Из магазина Выходили Я говорю Мужчина Ну я вам предложила Не хотите Не берите Я говорю Я же вам не настаиваю Вот тоже наехал Еще тоже один мужчина У меня А это возле храма Первый Который с бородой Шел У него А вы показываете Что по благословению Патриарха Кирилла Они Показываю Показываю Да Он и просмотрел Сам подошел С бородой Я не знаю Кто он шел В храм на службу И я подумала Что он был Не знаю Молодой парень И в руке у него По-моему Псалтырь был В руке он нес Но это было Вот по осени Еще тепло было На улице И я же пришла Я пришла пораньше Говорю Я раздам Сама себе думаю А потом пойду на службу Да И я раздала Я раздала И успела на службу Но он вперед пришел Потом он меня увидел В храме Как-то смотрела Ну стоял молился Я стояла Господу Богу молился Все Больше он ко мне не приставал Он Отойдите подальше от ворот Я даже не возле храма А возле ворот стояла Отойдите отсюда Не стойте здесь Значит Я говорю А что вы мне указываете Я говорю Я вас не трогаю Не надо вы Я говорю Я не сектант Я православная Вот говорю И крестик показала ему Вот у меня крестик Показала ему Все это Он увидел Ну все равно Он что-то Ну все равно не стойте Все равно не стойте А где мне стоять Нигде не стойте Ну я же не продаю Я раздаю в подарок Я же ничего плохого-то не делаю Вот Ну и смотрю Он от меня отстал Тоже отстал С Божьей помощью Все Но трое уже наезжали на меня Ну ничего Слава Богу Все равно Ну у нас скоро с вами Вечерняя молитва будет Поэтому будем прощаться Благодарю вас за беседу Такую эмоциональную Такую душевную Слава Христу Слава Христу С Богом С Богом Леночка С Богом Благодарю